Здравствуйте, Геннадий Петрович! Всё-таки решилась вам написать. Ваши книги, точнее четвёртый том, нашла в библиотеке. Мне поставили диагноз гепатит С. Направили в инфекционный кабинет. Поставили на учёт. Отмечаться каждые полгода. На приёме у врача медсестра сказала, что никаких денег не хватит, чтобы вылечиться. Первое, что было, испух. Как дети будут без меня? У меня две девочки, 7 и 14 лет. А старшая уже сама мама. У неё трое детей. Вот она и засуетилась, что любые деньги достанут, чтобы меня вылечить. Такое вот у меня золотко. Сперва на меня навалилась какая-то апатия. Усталость. А там и приступами подкатили головные боли. Невропатолог платный. Назначила лекарства, которые организм не хотел принимать. Сколько можно? А всё почему? Потому что ещё маленько я попала под поезд. Операция за операцией. Было это всё в 1971 году. Но всё-таки сделали протез. Юность прошла громко, звонко. Всё кому-то что-то доказывало. И курила, и пила. Что только не было. Это когда осталась с маленькой дочкой на руках. Хотелось забыться. В 1994 году зуб, онкология, больница, потеря голоса, облучение. От химии я отказалась. Потом опять чистка культни. Непродолимая боль. Я смеялась над собой, как утка. Вечно в крови, которую хочется смыть водой. Пораненная птица, которой хочется в небеса взлететь. Так немного отошла от темы. Пришло время, когда я уже не смогла вставать на протез. Опять эта боль. Из культи, из ранки стало выходить мясо. Я его вталкивала и ходила. Мне советовали сделать операцию. Но я долго не соглашалась. Жить-то ведь хочется. В 2000 году сделали реампутацию. Культя была доколейна. Обрезали мне выше. В городе, где меня оперировали, встретилась с молодым человеком. Ему только 20 исполнилось. Он с 80-го, а я с 68-го года. Уехали с ним на Сахалин. Забрали дочку. Там мне климат не подошел. Да и его мама была против. В общем, я вернулась обратно на Урал. Очень долго не могла от всего этого отойти. Я пыталась бросить курить. Но не получалось. А потом слегла в больницу после родов. Сильно похудела. Культя ноги многоточие. И вот в больницу я взяла сытинские настрои. Я уже давно их вдалбливала в себя. И бросила курить. Подрастала у меня Сахалиночка. Дочка. Просила найти папу. И я подала объявление. Откликнулось очень много людей. Но я трусиха не умею преодолевать трудности. Я просто сбежала. Уехала к Снохе. Но судьба все равно нас перехитрить. Мы встретились. А он молоденький. 29 лет. Вот и живу уже 8 лет. Дочке 7 лет. С ним я бросила пить. Он служил в Чечне. Видимо, что-то случилось с психикой. Когда мы встречались, он видел только меня. Как бы между нами была связь. А я ощущала, что он в каком-то вакууме. Как под колпаком. Как бы живет в своем мире. Но я смогла пройти через это. Точнее, моя душа. Потом я вобрала этот вакуум в себя. Девочка родилась больная. По ночам плакала с надрывом. Когда немного подросла, стала падать в обморок. Синела и падала. И вот тогда я закрывалась с ней в этом куполе. И начинала вдыхать в нее жизнь. Когда она розовела, губки становились из синих розовыми. Открывались глазки. Появлялось дыхание. Меня покидали силы. И так до 2 лет. Приступы за приступом. Несколько раз лежали в больнице. Я ее отстояла. Как смогла. Сейчас ко мне этот гепатит пристал. Вот нашла я все ваши 4 тома. И начала читать. Потом выписывать, чтобы заниматься. Но все равно все это не могу осмыслить. Хотя понимаю, ощущаю. Книги начала читать еще до начала года. Потом начала пробовать понемногу. Несколько глотков урины. Потом смогла пить среднюю часть урины. Светлое немного. С пенкой. Приятное на вкус. Потом начала чистку толстой кишки. Сперва все было нормально. Вот примерно записывала. С 5 февраля по 3 глотка урины. С 11 одноклизма. С 16 среда. То есть описание того, что делала. Урину не упариваю. Все возмущаются. Запах. Питание пытаюсь перестроить. Без соли. Плоховато у меня получается. Думаю, что конституция моя желчно-ветренная. Мне исполнилось 50 лет. Родилась зимой 13 декабря. Да написала какую-то ересь. Даже не знаю зачем. Но то, что я открыла для себя в ваших книгах, это на самом деле шедевр. Не знаю, о чем еще писать. Но вопросов у меня много. Мне все очень интересно. Про все доступно написано. Хотя я знаю, невозможного нет. Ведь я все еще благодаря сытинским настроям жива. То, что человек уникален, я уже давно это поняла. Перестроила гитару на другую сторону. Так как на левой руке два пальца. И когда я забываюсь, играя, я не чувствую, что у меня нет пальца. Сейчас я на L-тероксине 100 сижу. Принимаю его и пью урину. Знаю, что так нельзя. Но не знаю в данный момент, что мне делать. Извините за сумбурное письмо. Но если я его не отправлю, то больше мне не решится его написать. Да и мысли путаются. Спасибо огромное за книги. До свидания. 12 марта 2019 года. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!